Приветствую всех, дорогие друзья! С вами, как всегда, Саша и канал Жизнь в Киеве. Сегодня четверг, 17 октября 2024 года, и у нас ожидается очень интересный выпуск. Поговорим с вами о военной обстановке в городе Киеве. У нас сегодня ночью была воздушная тревога, а также был запуск ударных дронов. К сожалению, есть падение обломков беспилотников в городском секторе. Обязательно расскажу, что же сегодня у нас ночью происходило. Также по традиции поговорим о погоде и об актуальных новостях. Вот, кстати, видим в спальном районе Киева продаются сигареты. Смотрите, 112 гривен, 91 гривна, 93. Очень и очень разные цены. А то у меня подписчики, кстати, очень часто спрашивают. Саша, скажи, сколько у вас стоят сигареты? Нам очень интересно. Вот, только что ответил на ваш вопрос, дорогие мои любимые друзья-подписчики. Также сегодня в процессе данного видеоролика планирую зайти в супермаркет под названием АТБ. Это одна из самых популярных сетей у нас в Украине, в Киеве. Обязательно посмотрим акции. А также сделаю свою закупочку. 100% планирую приобрести куриное мясо, яйца, возможно, что-то из овощей. И обязательно покажу вам цены и свою покупочку. Поэтому, дорогие друзья, не переключайтесь и в конце обзора узнаете, что же я сегодня купил. Вот, а то у меня часто подписчики спрашивают. Саша, скажи, сколько у вас стоит мясо? Сколько у вас стоят яйца куриные, рыба? В общем, этот вопрос очень актуальный и очень интересный. Вот, смотрите, еще в спальном районе продают картошку в мешках. Вот, интересненько на самом деле. Помню, раньше мы тоже закупались картошкой на зиму с родителями. Но сейчас, конечно, уже не то время и никто уже не закупается. Вот, кстати, видим тоже в спальном районе, это Дарницкий район, делают маникюр от 300 гривен. А также каждый вторник стрижка для пенсионеров 150 гривен. Представляете? Это у нас примерно 4 доллара. Вот, чуточку больше. Там 4 доллара и 10 центов, возможно, пенсионерам можно постричься. Ну, хорошая цена, я вам скажу. А так у нас стрижка стоит, если, например, брать такой барбершоп, парикмахерскую, ну, получше. Это примерно 10 долларов сейчас, на данный момент, в Киеве. И давайте поговорим о погоде. Сегодня в Киеве, несмотря на ясный, практически безоблачный день, довольно холодно. Температура воздуха составляет не более 9 градусов тепла. Можете себе вообразить, дорогие друзья, вообще реально очень холодно. Я сегодня еще тренировался на улице, на открытом воздухе, в одной кофте и футболке. Представляете, дорогие друзья, 2 часа у меня длилась тренировка и 2 часа я выполнял упражнения на открытом воздухе. Не знаю, что-то у меня сегодня просто было, наверное, такое настроение. Хотелось потренироваться. Сейчас вот, ну, слышите, наверное, немножко носом, носом смаркаю, лишь бы не заболеть. Больше такого эксперимента повторять не буду, дорогие друзья, потому что что-то я немножко, немножко не рассчитал погоду. В ближайшие 2, точнее даже в ближайшие 3 дня, с пятницы по воскресенье, у нас ожидаются очень серьезные заморозки, дорогие друзья. Температура воздуха в ночное время будет уже минус, минусовая погода. Поэтому, дорогие друзья, закрывайте окна, когда ложитесь спать. Я уже закрыл вот сегодня. И со следующей недели, с понедельника, у нас обещают потепление до плюс 13 градусов тепла. Поэтому не спешите далеко прятать осенние курточки. И давайте поговорим относительно военной обстановки в городе Киеве. У нас вчера вечером и ночью было несколько воздушных тревог. Взрывы были слышны во многих районах Киева, а также Киевской области. Исходя из официальной информации, которая опубликована на телеграм-канале Киевской городской военной администрации, все дроны над Киевом, а также в Киевской области, были уничтожены силами противовоздушной обороны. Однако, в связи с падением обломков, в Деснянском районе поврежден многоквартирный жилой дом. На трех этажах пострадало остекление окна, а также квартиры. Также, исходя из официальной информации, воздушных сил Украины, сегодня в небе над Украиной было уничтожено 22 ударных беспилотника. А также 27 беспилотников были локационно потеряны в связи с действием средств радиоэлектронной борьбы. А также два беспилотника улетели в сторону Белоруссии. Вот такая вот официальная информация по поводу военной обстановки на сегодня. Также мэр города Киева Виталий Кличко сообщает о том, что обломки беспилотника упали на территории детского садика в Деснянском районе. Разбито оконное стекло в помещении заведения. Вот такая у нас сегодня, конечно, непростая ночь. Конечно, многие сегодня не выспались. Кто-то находился в укрытии. Многие люди ходят в метрополитен. Кто в подземные паркинги и укрываются от всего того, что происходит. Я вот тоже сегодня не выспался. И все это, конечно, очень и очень страшно. Ну, будем надеяться на лучшее, дорогие друзья. А готовиться всегда к худшему. Вот, всегда повторяю эту фразу. Вы, наверное, дорогие друзья, ее запомнили, мне так кажется. Вот, голубь такой пришел. К сожалению, ничего не взял из еды сегодня. Ну, в следующий раз нужно будет обязательно чем-то покормить. И уточек, и голубей. Вот, как вы согласны со мной? Или нет? Также в результате падения обломков беспилотника карела сельскохозяйственное складское здание в Бориспольском районе. Об этом сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киевской области. Конечно, да. Ночь у нас очередная неспокойная. Но спасибо большое нашим силам противовоздушной обороны, нашим защитникам за то, что ничего никуда не прилетело и все было уничтожено. Еще сегодня, кстати, увидел такую новость, что в 2025 году интернет может снова подорожать. Это связано с тем, что провайдеров, которые находились на упрощенной системе налогообложения, с 1 октября перевели на общую систему. Это означает, что они будут вынуждены платить более высокие налоги. Вот, кстати, у нас сейчас интернет для справки в среднем стоит около 200 гривен. Это примерно 5 долларов в месяц. Ну, тут, конечно, очень такие грубые цифры на самом деле, потому что это зависит от области, от того, какой интернет. Если оптоволокно оно подороже. Ну, в среднем, усредненная такая цена, это 200 гривен за месяц. Вот, будет, скорее всего, дороже. Ну, посмотрим, как оно будет. На самом деле, сейчас и продукты питания дорожают. Вот, поэтому приходится искать все по скидочке. Вот, часто хожу в супермаркеты и обращаю внимание на красные ценники, чтобы хоть немножко сэкономить, потому что очень и очень непросто. Вот, уточкам, конечно, лучше всего. Вот, им не нужно об этом заботиться. Они себе плавают, купаются, наслаждаются жизнью. У них жизнь. В жизни всегда все стабильно и все хорошо. Еще даже их бесплатно кормят. Иногда. Сейчас буду вместе с вами направляться в супермаркет и посмотрим, что же я куплю. Также покажу вам цены обязательно на основные продукты питания на данный момент в Украине. Вот, видим, сколько у нас в Киеве спортивных людей. Кто-то ездит на велосипеде, кто-то подтягивается. В общем, правильно. Люди занимаются спортом. Следующее включение будет из супермаркета. И для своих заграничных подписчиков напоминаю. Один доллар у нас сегодня 41 гривна. Один евро 45 гривен. И как узнать цену в валюте? Нужно стоимость, которую вы видите в гривнах, разделить на 41. И узнаете цену в долларах. И на 46. И узнаете... На 45, извиняюсь. И узнаете стоимость в евро. Подошел к АТБ. Давайте в первую очередь посмотрим акции. Смотрите, ножки куриные 82 гривны. Колбаски. Вот колбаса. Взгляните. 50-50. 50 гривен и 50 копеечек. 420 грамм. Интересно. Активия. Йогурт. 19-50. Масло. По очень хорошей цене форель. Тоже отличная цена. Соус. Майонез. Вот кофеечек. Семечки. Так, давайте еще здесь посмотрим. Туалетная бумага. 79 гривен. 4 упаковочки шампунь по таким ценам. Давайте заходим внутрь и посмотрим, что же у нас там есть интересного. По традиции беру тележку и поехали смотреть. Полуторалитровая бутылка воды 15 гривен. А 6-литровая 41 гривен. Чуточку подороже. Что еще у нас тут шоколад? 76 миллиниум. 42 гривен. Милка большая. 188 гривен. 205 гривен. Вот еще, кстати, большая шоколадка лакми. 99,90 гривен. А маленькая милка. 57,63 гривен. Очень и очень разные цены. Ну, конечно, в зависимости от вкуса. Тут уже личное дело каждого кола. Двухлитровая по акции. 38 гривен за 2 литра. Вот, беру без сахара. Давно уже ее не брал. Если честно, вот еще есть с сахаром. Тоже 2 литра по такой цене. А 1 литр. 31. Вот, как вы думаете, какую купят? Пепси. Двухлитровая 50. Вот, так, направляемся дальше. Что ж, мы еще с вами видим правильно сыр. Вот, возьму свой любимый сыр у Гауда. 49 гривен за пачку вот такую. Тут 130 грамм. Это польский сыр. Вот, написано даже без ароматизаторов. Очень на это надеемся. Так, что еще у нас тут? Макароны. 36. Вот есть макароны. 30. В общем, и подешевле, и подороже. Итальянские макароны. По 40. Булгур. Давайте каши посмотрим. 45. Гречка по 27. Рис 49. Я хочу, что ты рассказала. У меня вообще на уху ничего не хватит. Цены на каши плюс-минус одинаковые. Пшено. 41. Извиняюсь. Что еще мы видим? Дворог. За одну пачку. 30. Так, 36 гривен. Так, возьму две пачки, наверное. До 26 числа. Ну, по срокам тоже вроде нормально. Так, бросаем. Поехали дальше. Йогурт. Тоже обязательно возьму. С вечной вишней. Тоже он по акции, кстати. В конце обзора обязательно покажу. Все свои покупочки. Кстати, водка. Вот, йогурт и водка. Прямо в тему. 370 миллилитров. 89 гривен. Есть 49 гривен. 180 миллилитров. Вино. Кстати, ни разу не показывал вино. 94 гривны. Коблева. Вот есть еще такое вино. 79. 142 гривен. В общем, и подешевле, и подороже. Но алкоголь, дорогие друзья, лучше не употреблять. Я алкоголь не употребляю и никому не рекомендую. Вот. Можете лучше есть майонез фитнес. По 30 гривен. Пластивцы. Овсяночка. 38. Есть овсяночка. 26. И подешевле, и подороже. Смотрите, кто-то положил милку возле пельменей. Вот. Интересные люди. Бывают. Наверное, передумали покупать и положили его сюда. Пельмени, кстати, по таким еще ценам. Так, направляемся с вами дальше. Что мы видим? Салатик. Салатик нужно взять обязательно. Куда ж без салата? Форель, кстати, слабосоленая. 180 грамм. 165 гривен. Яйца. Куда ж без них? 43. За десяток. Хорошая цена. Конец на яйца. Так, еще нужно взять куриное филе. Так, сколько же у нас филе? По 100. 190. Сам килограмм. Ну, конечно, уже никаких акций нет. Но у меня, как говорится, нет выбора. Потому что мясо уже закончилось. Так, еще необходимо обязательно взять лаваш. Вот сейчас беру такой армянский лаваш. 20 гривен. 90 копеечек за 200 грамм. Так, бросаю и едем дальше. Приехала в отдел с овощами. Картошечка. 24 грамм. Морква. 19 грамм. У нас, смотрите, сколько морква. Я даже сам удивлен. Лук белый. 23 грамм. Свекла. 14 грамм. Хорошая цена вообще. Вот еще лук. По 14. Обычные. Помидоры. 79. Яблоки. В среднем по 30. Вот. В зависимости от того, какой сорт. Вот самая бюджетная. 26. Такое. Не знаю, может взять. Не знаю. Следующий раз уже. Груша. 49. А вот груши, наверное, и возьму. Во-первых, хорошая цена. А во-вторых, очень люблю вкусные, классные груши. Гранат. 89. Виноград. По таким ценам. Бананы. 59. Мандарины. Кстати, хорошая цена. 72. Ну, я уже вчера брал на ярмарке. Кстати, посмотрите мой вчерашний выпуск из продуктовой ярмарки. Очень интересный. Там полностью все показал. Можете сравнить цены в супермаркете и на ярмарке. Что-то дешевле, что-то дороже. В общем, посмотрите. Капуста. 29. Арбуз. 21 гривна. Так, наверное, в целом все взял. То, что планировал. И еду на кассу. Вот стою на кассе. Смотрите, сколько у меня всего. Итак, давайте посмотрим, что же я купил. Пакет 4 гривны. Чтобы это все донести. Такие потрясающие продукты. Что еще? Кола 2-литровая. 38. 655 грамм куриного филе. 127. Груша 48. Там килограмм практически. Пакет, чтобы положить эту грушу. 90 копеечек. Лимон 15 гривен. Ого. Блин, что-то... Что-то дороговато. Ну ладно. Творог 36. Взял 2 творога. Сыр 49. Салат 38. Йогурт 47. Ну, хоть на йогурте получилось сэкономить. Куриные яйца 43 за десяток. Лаваш 20. В общем, все получилось. 510 гривен и 8 копеечек. Это примерно 12-13 долларов. Пишите в комментариях, что можно купить на аналогичную сумму в вашем городе и в вашей стране. Будет очень интересно почитать. Спасибо большое, дорогие друзья, любимые зрители, за то, что досмотрели до данной точки. Благодарю всех за просмотр. Кстати, чуть не забыл сказать. Посмотрите мой ролик из барахолочки. Если вам интересна эта тематика, если вы любите антиквариат, старинные вещи, там в барахолке, вот я уверен, что будет очень много вещей в этом ролике из вашего детства, из вашей юности. Вы сможете немножко, знаете, поностальгировать по этим потрясающим временам. Ну, знаете, в детстве всегда было все вкуснее, всегда было все лучше. Поэтому посмотрите, не пожалеете. И подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я публикую свои находки из барахолки, которые можно приобрести. Еще раз спасибо и до новых встреч.